Добрый день, друзья! Меня зовут Ковалевская Анастасия и я представляю Международную школу искусств ArtMetier. Данный онлайн урок организован совместно со скетч-маркер. Тема сегодняшнего мастер-класса это тропический цветок. Материалы, которые мы будем пользоваться в ходе урока, это маркеры, марочки, скетч-маркер. Так, давайте начинать. У нас очень такая сложная форма цветка, но при этом если ее разобрать, то она окажется довольно простой. Единственное, что она, конечно, масштабная, поэтому будем использовать все пространство нашего листа. Так, давайте разберем. У нас есть несколько главных элементов. Это основной объем, который у нас идет по правой части, ниже, то есть такая вот основа, да, и от нее уже идет несколько вот ответвлений лепестков. Тоже, чтобы ничего не вышло за края листа, намейте себе такую рамочку. Вот, он у нас пойдет вниз, в этом ничего страшного нет, то есть главное, чтобы не было таких жестких прям стыков в крае листа. Лучше этого избегать. Так, начинаем вот с этой основы. Пока что просто общими штрихами намечаем с вами форму. Благо, если разобраться, она не кажется уже настолько сложным, как в самом начале. Вот, цветок очень необычный. Прорисовали. Теперь давайте посмотрим. У него один общий объем, здесь у нас 4 лепестка, и второй объем, здесь еще 4 лепестка, да, и здесь еще такой один фиолетовый торчит. Сначала просто нарисую направление, а потом буду задавать нашим вот этим, как проволочным таким конструкциям уже объем. Раз, два, три, четыре. Дальше. Надо, кстати, еще обратить внимание, что они все произрастают как из одного места у цветка, то есть чтобы вот сюда не уехал у нас лепестки. Здесь тоже раз, два, три и четыре. Вот, вот эту основную часть, на котором у нас все вот эти лепестки нашего цветочка держатся, можно сделать чуть-чуть объемнее, чем на картинке, потому что, посмотрите, какие там красивые цветовые переходы. Нам это все нужно будет показать, поэтому сделаем его чуть-чуть крупнее. И переходим непосредственно к лепесткам. Я рисую линию чуть-чуть жирнее, чуть-чуть контрастнее, чтобы можно было все увидеть, в каком направлении я веду штрихи. Вот. На вашем рисунке лучше настолько жирную обводку на этапе эскиза не вести, да, чтобы у вас не получилась грязь на рисунке. Так, здесь вот очень такой хитрый лепесток. С очень интересной формой. Конечно, лучше рисовать с живой натуры, потому что, например, мы сейчас с вами рисуем с картинки, и не всегда понятно, где есть что на этом референсе. Поэтому нам зачастую приходится додумывать, исходя из своих каких-то там композиционных соображений. Так, и последний лепесток. Так. Пошли к нижней части. Я начинаю всегда с лепестка, который на переднем плане, то есть вот в данном случае на нижнем ярусе, это вот этот вот лепесток. Во-первых, это лепесток, который у меня более, мне как бы видит, более понятен, то есть мне проще понять его форму и расположение. А остальные лепестки я уже начинаю как бы заводить за него. Так, здесь можно чуть-чуть еще сюда продлить. У нас еще вот здесь, здесь стебелечка тоже такой, и свисточек. Так, ну такой журавлик у нас с вами получился. Давайте немножечко, сейчас я почищу линии, мы посмотрим, если что-то еще непонятно будет в наброске, мы уточним. Если уже все понятно, то можем приступать, в принципе, к обводке. Спасибо. Спасибо. Так, здесь еще вот такая прожилка я сейчас вижу, потому что вот здесь тоже еще как, видимо, не раскрывшиеся лепестки сложены. Надо это тоже показать. И вот здесь такой разрез, куда все лепестки в итоге уходят. Очень интересный цветок. Еще более интересным он нам покажется, когда мы перейдем к цвету. Так, я думаю, мы с наброском закончили. Давайте переходить к обводке. Так, я обвожу работу тоненьким линером. Толщина 0,1 мм. Можно взять чуть-чуть потолще. Вот если вы, в принципе, любите контрастные такие жирненькие линии, пожалуйста, используйте. Тоже можно. Но я все-таки всегда рекомендую использовать линер не со слишком толстым наконечником. Просто, чтобы вашу красоту, например, которую мы сейчас будем рисовать, обводка не мешала воспринимать. Особенно такая жирная обводка. Продолжение следует... Такое будет не торопилось. Продолжение следует... 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 смотрим на картинку но здесь у нас начинается затемнение наоборот по левой части то есть если на этом лепестке мы с вами наоборот эту левую часть оставляли светлой прокрашивали преимущественно в серединке то здесь наоборот прокрашиваем ближе вот сюда к краю здесь у нас такая вот заливка по краям прокрасили берем снова следующий насыщенный пока бумага сырая один оттенок второй оттенок и с этого края конечно все хорошо растекается поэтому я даже не буду размывать такая техника за получается как по суровым следующий лепесток идем к такому же принципу здесь хочу еще такой боли насыщенного желтого добавить да немножко рисковато ну Здесь тоже прокрашиваем левый край. Добавляем контраста. Сейчас я возьму опять светло-желтый оттенок, потому что здесь очень видно место произрастания и его тоже важно не забить слишком насыщенным оттенком, поэтому я сначала прихожусь бредно-желтым. И сейчас будем делать опять растяжку, как и на нашем первом лепестке. Сначала бредный желтый, потом более насыщенный. Прихожу следующий оттенок. Опять входим в оранжевый. Смотрите, чтобы у нас здесь получилось светленькое место, как и на первом лепестке. Дальше такой же принцип, как и на предыдущем. То есть опять начинаем затемнять. Единственное, если вам хочется побольше контраста, не обязательно сразу же брать темные оттенки. Подождите, пока у вас работа чуть-чуть подсохнет. Потому что сейчас, пока мы работаем по сырому, маркеры ведут себя, то есть они быстрее растворяются, пигмент друг в друге. И поэтому он может играть не в полную силу. Поэтому, если вам хочется поконтрастнее, подождите лучше, пока работа подсохнет. И потом уже пройдитесь по второму разу. С контрастными цветами. Что может здесь более такие глубокие маркеры, то и не понадобятся потом. Так, первые четыре лепестка мы закончили. У нас остались еще такие же четыре лепесточка. Я думаю, принцип работы вам уже понятен. Осталось его только закрепить. Многие еще иногда спрашивают, что можно ли, например, прорабатывать не по одному лепестку, а идти, как сказать, работой сразу же по всем. То есть сначала прокрасили желтым по всем, потом оранжевым. Так делать, конечно же, можно. Вот. И иногда в каком-то смысле это даже правильный ход. Вот. Но в данном случае, когда нам нужно с вами делать плавные растяжки, и они менее затратны для маркеров, это делать как раз-таки вот таким способом, то есть прорабатывая по одному лепестку, да, то есть пока чернила сырые, они хорошо между собой сами смешиваются, вот, то, на мой взгляд, лучше вести работу так. Вот. Потому что если вы будете прорабатывать все по одному лепестку, тогда есть вероятность, что вам придется использовать маркеры, в том числе повторно, для того, чтобы освежить оттенок, чтобы они хорошо смешались. с тем оттенком, который вы хотите нанести. Вот. То есть если вас это не пугает, то, конечно же, работайте так, как вам удобнее, можете сразу же все лепестки закрашивать. Ну, так же, может быть, у вас какая-нибудь супер впитывающая бумага, и она вам просто не даст, не дает работать таким образом, что вам даже и нет смысла, все равно придется все размывать. Поэтому, да, пожалуйста, если вам так удобнее, конечно же, работать так. Не забывайте еще помимо тона показывать мазками вот некую текстуру, да, вот на листиках ее. На этом особенно хорошо видны такие линии, то есть их не нужно размывать, они, наоборот, нам дают вот эту текстуру, которая нам необходима. Так. Берем предыдущий и выводим. Чтобы кончик линии был более мягким, как бы пошел в растяжку, да, в нужный нам том, берем предыдущий маркер и начинаем идти вот из кончика и выводим. То есть это то же самое, что когда мы делаем с вами размывку вот по границе, как я сейчас, только из кончика его нас линия сама по себе получается уже визуально более плантно. Здесь тоже чуть-чуть подразмоем, что нам здесь этот оттенок не особо нужен. Мне уже нравится такая насыщенность по цвету, но продолжаем работать дальше. Так, смотрим. Эти лепестки уже можно прокрашивать без светлого желтого, сразу же переходить к такому более как лимон, даже не лимон, а такой кадниевый оттенок. Тоже такой понасыщенный. Сразу же даже два прокрасить, потому что они становятся меньше, мы уже работаем быстро и можем успевать сразу же несколько прокрашивать. Так, а вот этот лепесток мы прям сразу же прокрасим нашим цветом оранжевым, потому что видим только маленький кусочек. Здесь, смотрите, да, он чуть-чуть в ракурсе, у него вот эта верхняя часть она прям бликует вот у него грань. Это тоже можно показать. Так, и на нижней. Снова убираем нашу щенку. Сейчас еще важный момент. Проработаем вот эти листики и обозначим еще упадающие тени. То есть листики, которые находятся у нас один под другим, чтобы они не смотрелись плоскими и между них была взаимосвязь, нам нужно обозначить еще вот эти тени на лепестках. Так, здесь обозначаем, во-первых, ребрышко. Очень такой насыщенный потон листик. Так, и он совсем маленький. Прокрасили. Беру предыдущие и вот вывожу плавную линию там, где она немножко смотрится рисковато. Теперь давайте проработаем тени. Нашим вот этим самым темным оттенком я прям прохожусь вдоль обводки. дополнительно затеняем. И размываем, чтобы она так резко не смотрелась. так же еще хочу взять такой очень насыщенный оттенок прям вывожу и прокрасить вот эти кончики. вот эти кончики. Здесь можно тень. Спасибо. Теперь переходим к фиолетовому оттенку. Сейчас посмотрим, с какой будем начинать, я думаю, с вот такого легкого оттенка любимого. Прокрашиваем прям полностью, чтобы он работает как база. Теперь берем следующий номер, у меня он тоже с наконечником кистью и начинаем затемнять. Очень удобные маркеры, конкретно с наконечником кисточкой, особенно в таких ботанических зарисовках, линию очень удобно вести, фактически как именно кистью при рисовании. Если, например, когда мы сейчас с вами работали с другими наконечниками, здесь немножечко посложнее, потому что вот этот наконечник тоненький, он не всегда ведет себя очень послушно и не всегда очень предсказуемо, то есть к этому нужно приноровиться. А с наконечником кисти очень всегда просто работать, он довольно предсказуемый, послушный, гибкий, то есть мы с вами прям по ходу рисования можем создавать такие ботанические живые линии. Прокрасили, теперь давайте чуть-чуть смягчим. Покрасили. 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 Поставим. И перейдем уже к самой интересной части. Пойдем мы прям вот как произрастают наши лепестки, то есть из розового оттеночка сюда вниз и потом уже ближе к кончику. Так, сейчас нам понадобятся такие легкие розовые оттенки. начинаем вести мазки прямо из самих лепестков, вводя вот сюда. Очень красивый по цвету цветок. Если вам не хватает практики вот таких вот цветовых переходов, мне кажется, это прям то, что надо, чтобы отработать. Так, сейчас пока у меня здесь еще чернина сырые, я быстренько беру блендер и размываю его в бумаге, чтобы все у меня было плавно. Вот если у вас нет блендера, возьмите самый светлый желтый и размойте им. Так тоже можно делать. Так, сейчас возьмем уже долото и широкими носочками прокрашиваем. И увожу в края, потому что в середине, если вы видите сейчас картинку, у нас такое уже начинается зеленоватая оттенка, да? Чтобы нам не переборщить. Так, здесь опять в розовый. Идем сюда по краю, введем и уводим прямо в сам кончик. Так же внутри у нас там тоже чуть-чуть присутствует этот оттенок. Так, снова возьмем блендер. Во-первых, чуть-чуть смочим бумагу сейчас для дальнейшего оттенка, потому что здесь сложные цветовые переходы, не всякая бумага сможет с этим справиться, с такими переходами. Поэтому, чтобы облегчить ей работу, давайте немножечко блендером ее подцелим. Так, беру такой бледно-синий оттенок и делаю такой переход. из розового. Из розового в синий. И сейчас будем делать из синего в зеленый. Зеленый мы можем тоже такой не слишком контрастный. из аль г-1. То есть у нас в данном случае таким связующим цветом оказался синий, да, то есть мы из розового оттенка, чтобы сделать переход в зеленый, мы используем вот этот наш бледно-синий оттенок, потому что, если мы посмотрим с вами на цветовой круг, он является рядом лежащим и для розового, и одновременно для зеленого. Поэтому, так как в природе все очень гармонично, у нас как раз этот оттенок оказался именно здесь. Сейчас, чтобы чуть-чуть еще мне сделать более теплым этот зеленый, я возьму желтый оттенок, не самый яркий, и тоненьким наконечником, даже, чтобы взять широкое перо, такое где-то станируем. Так, снова возьмем наш такой виловый, номер 22, но он немножко с розовинкой, он нам сейчас очень поможет. В принципе, маркеры с наконечником и кисточкой даже иногда не нужно заморачиваться по поводу цветовых переходов, потому что они, благодаря вот этому наконечнику, сами по себе очень мягко ложатся. Смотрите, какая мягкая линия, мне даже здесь ничего размылать не нужно. Вот и то же самое мы сейчас проделаем здесь. Во-первых, мы покажем вот эту текстуру, и во-вторых, вот эту текстуру мы перекроем наши переходы. Переходы. Продолжение следует... 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 так и выводим все это весь этот оттенок сюда в края следующий шаг нам нужно добавить еще более розового оттенка у нас такой красивый цвет и он как раз по контрастности созвучен с нашим вот этим оттенком рыжим мы сейчас просто сверху никого где накладываем так и возьмем еще такой послабее розовенький то есть опять идем только в обратном направлении мы начинали сейчас с темного оттенка сейчас мы наоборот переходим от темного более такому светлому розовым и берем снова наш самый светлый розовенький это у меня был 72 и подразумеваем чтобы на все было плавно вытягиваем сюда вниз так ну что контрасты добились теперь давайте покрасим еще зеленым оттенком наш стебель обычно при наложении зеленого на красные или красными зеленые такое сочетание не рекомендуется но в данном случае нам как раз это и нужно получить вот этот именно оттенок потому что он у нас как раз на фотографии изображен так и давайте покрасим листик такой лыжкий зеленый обозначим здесь я еще хочу добавить контрастов поэтому поверх уже нанесенного оттенка прохожусь еще раз так и еще добавим нашему листочку нижнему объему так ну что в принципе мы с вами закончили сейчас я предлагаю дать некий фон нашей работе вы можете сделать то же самое что я можете не делались уже как вам больше нравится я думаю взять для фона какой-нибудь легкий зеленое тело слишком темно просто чтобы дать такую тенировку например вот такой оттеночек мы как будто бы сфотографировали цветок на таком на зеленом фоне то есть у нас там на фоне как будто бы другие растения но они у нас размылись поэтому мы видим только вот этот зеленый оттеночек и 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 Ну вот, цветочек погрузили в среду, теперь нам с вами осталось отработать только блики. Давайте возьмем белый пастельный карандаш, сначала нанесу на наши прожилки такую белесость, создадим, чтобы это более естественно смотрелось, потому что пастельный карандаш, конечно же ложится более мягче, да, чем белая гиревая ручка, нет, понятно. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И теперь уже ход пойдет ручка. Здесь главное не переборщить. Ручка, конечно, дает очень красивый эффект, но когда я слишком много, это уже смотрится тоже излишне. Субтитры делал DimaTorzok 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 Так, ну что, на этом я считаю, что наша с вами работа окончена. Давайте еще раз поговорим этапы нашей с вами сегодняшней работы. Итак, мы с вами начинали с карандаша. Первое, от чего мы отталкивались, это, естественно, от формы цветка, да, то есть мы смотрели, какие у него есть объемы. Уже из расчета этого мы с вами выстраивали форму композиции нашего листа. У меня очень удобно, что квадратный формат, поэтому мне особо не пришлось его вымерять, куда поместить. Я поместила просто по центру. Вот, если у вас горизонтальный или вертикальный формат, то тоже старайтесь его размещать преимущественно по центру. Просто можно сделать его с небольшим наклоном, да, чтобы он у вас вытягивался либо вертикально, либо в горизонтальный формат. Вот, следующее, после прорисовки всех деталей в карандаше мы приступили к обводке. Тоже, опять-таки, работу карандаша лучше было вести не слишком контрастно, не слишком жирные линии, чтобы при работе с линером вы не запутались, где у вас линия от линера, где у вас линия от карандаша. После обводки мы все стираем, весь карандаш, иначе, если вы не сотрете вот в таких вот светлых местах, под маркером ваш карандаш уже будет не стереть. Поэтому весь карандашик убираем сразу после обводки. Вот, при работе с цветом мы с вами начинали работу с вот этих оранжевых лепестков, потому что они самые понятные по цвету, да. Мы начинали с вот такого бледно-желтого и постепенно переходили все в более насыщенные оттенки, дойдя до самого контрастного места в кончике. Следующий, мы прорабатывали фиолетовый лепесток. Здесь было намного проще, потому что мы уже набили руку, но принцип был такой же, то есть мы шли от более светлого оттеночка в более насыщенный. Самый сложный участок у нас был с нашим стебелечком, потому что у него идет сложный переход из зеленого в розовый, из розового в синий и в зеленый. Начинали мы с базы, в которой у нас был легкий розовый оттенок, потом мы переходили в бледно-голубой и в зеленый, то есть в этом моменте синий цвет у нас был как переходный. После чего у нас появилась база, мы уже стали наносить остальные оттенки, углубляя тон. И в самый последний момент, когда у нас уже весь тон был завершен, мы перешли к бледну. Белым пастельным карандашиком я наметила прожилки и белесость на стебелечке, где это было необходимо. И белой гилевой ручкой, которая у меня сейчас уже подсохла, проявили самые активные блики и такой вот небольшой иллюстративный эффект. Также мы решили добавить фон и немножечко изменили цвет, потому что изначально на картинке он такого насыщенного бордового оттенка. Мы решили сделать такую более тропическую тематику и взяли легкий зеленый оттенок и сделали ощущение, как будто бы наш цветочек находится где-то зеленый. Вот на этом все, я надеюсь, что вам понравилось. Приобрести маркеры, которыми, например, я сегодня рисовала, вы можете на сайте скетчмаркер. Также не забывайте отмечать, пожалуйста, ваши работы хэштегами ArtMeteer и хэштегом скетчмаркер. И до встречи в следующих уроках.